Храм в час молитвы девятой. И был человек храмой от чрева матери его. Все, все. Третье же. Ты что, не видишь? Я не прочитал. Ага, два. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятой. И был человек храмой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красивыми. Просить милостыни у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна пред входом в храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, смотревшись в него, сказали, взгляни на нас. И он пристально посмотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал, серебра и золото. Нет у меня. А что именно, то даю тебе. А что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа. Назрея, встань и ходи. И взяв его за правую, руку поднял. И вдруг укрепились его ступни и колени. И скачив, встал и начал ходить. И вошел с ними в храм, входя и скача, и хваля Бога. И весь народ видел его ходящим и хваляющим Бога. И узнали его, что это был тот, который сидел и украсил двери храма для сбора милостыни. Исполнились ужасы и изумления, от случившихся с ним. И как исцеленный храмой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломоновым. Увидев это, Петр сказал народу, Мужи израильские, что удивитесь этому? Или что смотрите на нас? Как будто мы своей силой и благочестием сделали то, что он ходит. Бог Авраама и Исаака и Иакова, Бог отцов наших, поставил Сына Своего, Иисуса Которого вы предали, и Тот, Которого отреклись перед лицом Пилата, когда он полагал освободить его. Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу, а начальника жизни убили. Всего Бог воскресил измертых. Почему мы свидетели? И по вере в имя Его, имя Его укрепило Его, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него даровала Ему исцеление. Это перед всеми вами. Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению. Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков, поставить Христу, пострадать Христу, так и исполнил. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладить грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисус Христа, которого в небо должно было принять до времен совершения всего, что уговорил Бог уставить всех святых своих пророков от века. Моисий сказал отцам, Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророков, как меня. Слушайтесь Его во всем, что Он не будет говорить вам. И будет, что всякая душа, которая не послужит пророка, того истребится из народа. И все пророки от Самуила, и после него несколько их не говорило. Так же превозвестили дни эти. Вы сыны пророков из завета, которые возвещал Бог отцам вашим, говоря Аврааму, и все в семени Твоем благословятся, все племена земные. Бог воскресил Сына Своего Иисуса к вам первым, послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших. Когда они говорили к народу, к ним приступили священники и начальники стражей при храме, и саддукеи, досада на то, что они учат народ и проповедуют во Иисусе воскресение из мертвых. И наложили на них руки, и отдали их под стражу до утра, ибо уже был вечер. Многие же из слушавших слова уверовали, и стало число таковых людей около пяти тысяч. На другой день собрались в Иерусалим начальники и старейшины, и книжники, и Анна, первосвященник, и Каифа, и Иоанн, и Александр, и прочие из народа, из рода первосвященнического. И поставив их посередине, спрашивали, «Какую силу или каким именем вы сделали это?» Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им, «Начальники народа и старейшины израильские, если от нас сегодня требуют ответа и благодеяния человеку немощному, как он исцелен, то да будет известно вам, всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен Он перед вами здоровым. Он есть камень, пренебреженный вами строителями, но сделавшийся главой угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного людям, которое надлежало бы нам спастись». Видя смелость Петра и Иоанна, и заметив, что они люди некнижные и простые, они удивлялись, между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать против, и приказав им выйти вон из Синедриона, рассуждали между собой, говоря, «Что нам делать с этими людьми? Ибо всем живущим в Иерусалиме известно, что им сделано явное чудо, и мы не можем опровергнуть это. Но чтобы более не разгласилось это, народе с угрозой запретим им, чтобы не говорили об имени никому из людей. Не призвав их, приказали им совсем не говорить и не учить во имя Иисуса». Но Петр и Иоанн сказали им в ответ, «Судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». Они же, пригрозив, приступили, отпустили их, не находя возможности наказать их из-за народа, потому что все прославляли Бога и происшедшее, ибо лет более сорока было тому человеку, с которым произошло это исцеление. Быв отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины. Они же, выслушав единодушно, возвысили голос к Богу и сказали, «Владыка Божий, сотворивший небо и землю, море и все, что в них, ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал духом святым, что мятутцы, язычники и народы размышляют тщетные. Замышляют тщетные. Восставили цари земные и князья, собрались вместе против Господа и Христа его, ибо поистине собрались в городе этом на святого сына твоего Иисуса, помязанного тобой, Ирод и Понтипилат, с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой. И ныне, Господи, возри на угрозы их и дай нам арабан твоим со всей смелостью говорить слово твое, тогда, когда ты простираешь руку твою на исцеление и на совершение знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса, ибо по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все духа святого, и говорили слово Божие с дерзновением. У множества же у верующих было одно сердце и одна душа, и никто ничего не из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великой силой свидетельствовали воскресением Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех них. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями и домами, продавая их, приносили цену проданного, и полагали к ногам апостолов, и каждому доставалось, в чем кто имел нужду. Так Иосия, прозванный апостолами Варнавой, что значит сын утешения, левит, родом Киеприот, у которого была своя земля, продал ее, принес деньги и положил к ногам апостолов. КОНЕЦ